на первом канале продолжается показ детективного сериала заступники который основан на реальных делах советских адвокатов 60-х годов что же будет новых сериях 5 серия после дела артистки журавлёвой не на прославилась как адвокат способны выиграть даже самый безнадежный процесс ей приходится отказываться от клиентов из-за дела мезенцева но за обвинение в изнасиловании она берется интеллигентный и спокойный гурам не похож на насильника однако против него и показания свидетелей и жертвы которые прямо обвиняют его в преступлении нина и борис проводят собственный следственный эксперимент и находят новые доказательства невиновности мезенцев и щербина шестая серия книги не обращаются представители американского посольства гражданина сша задержали на границе с ценной скульптурой в багажнике бена обвиняют в хищении государственного имущества в особо крупном размере дело приобретает международный резонанс судебный процесс вмешиваются представители кгб отец бена уговаривает его согласиться на унизительную сделку и только не на поддерживает своего клиента не на узнает почему саша мезенцев признался в преступлении однако в деле появляется новый свидетель соседка ее показания доказывают вину мальчиков седьмая серия в силу стесненных жилищных условий нина вынуждена искать съемное жилье в этом ей помогает гурам несмотря на предостережение бориса нина обращается гураму за помощью и по другому вопросу ее новую клиентку обвиняют в краже из музейной экспозиции ордена нацистской германии единственный свидетель герой войны никитин пострадавший от репестий никитин принципиально отказывается иметь дело с судебной системой чтобы уговорить никитиной дать показания не не нужно найти человека который сможет повлиять на него благодаря гураму нина выясняет кто на самом деле похитил орден нина и борис приводят новые доказательства в невиновности мезенцева и щербина но судья отклоняет их доводы восьмая серия бурштейн передает мнение дело о мошенничестве набожную христианку ирину позакову обвиняют в том что она брала у людей крупные суммы денег обещая решить их жилищные вопросы ирина путается в показаниях кто с жаром признается в грехах то говорит что отдавала деньги пропаде таисии поплавской нина замечает странности в отношениях пузакова и таисии и использует нестандартный подход чтобы разоблачить мошенницу нина и борис обнаруживают что в материалах по делу мезенцева и щербина отсутствуют ключевые детали доказывающие их вину судья отмечают все доводы адвокатов и кажется дело проиграна но вердикт судьи становится неожиданностью для всех премьера новых серий состоится с 30 марта на первом канале приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал